Здравствуйте, это программа курс Дядюшки по Breaking News. Экономический комментарий к важным событиям в России и мире. Сразу подпишитесь на канал и включите колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски. С вами, как всегда, экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Я экономист и ведущий Евгений Романенко. Дмитрий, приветствую вас. Добрый день. Надеюсь, что он для вас добрый. Вы находитесь в добром здравии и, самое главное, в безопасности, потому что в это время надо находиться именно в такой позиции. Иностранные компании массово покидают российский рынок. Это сотни брендов из десятков отраслей. Проще, наверное, назвать те бренды, которые не заявили об уходе с Российской Федерацией. Ну, а те, кто прямо заявил о том, что продолжит работать в России, подвергаются мировому астракизму и предаются публично анафеме. Решение это нельзя назвать простым, потому что многие бренды выстраивали бизнес в России десятилетиями. Некоторые даже с конца советского времени. Поэтому решение уйти из России сопряжено для них с миллионами, иногда даже миллиардными потерями. Но, тем не менее, они это делают. Дмитрий, давайте поясним, что вообще означает фраза «компания X уходит из России» и каковы будут последствия массового исхода иностранного бизнеса из России для экономики страны и ее населения. Ну, давайте действительно поясним. Значит, первое, что надо отметить, мы регулярно с Евгением говорим о действиях того, что мы называем ошибочным государством, чиновников, и о том, в какой мир, как нам кажется, уже давно наступил, но просто его многие не чувствовали. И сейчас, в общем, как-то спала пелена, и можно представить, что все, о чем мы говорили, о том, что частные корпорации – это и есть страны, это и есть мир. Напомню, я в свое время говорил, что представьте, если вдруг, например, компания Coca-Cola или Pepsi-Cola начнет выпускать частные деньги, какое количество государств просто исчезнет с лица земли. И вот вопрос, я понимаю, что сейчас у всех, ну, всем требуются очень такие простые вещи, вот бей-беги, а я говорю несколько о каких-то глобальных картинках. Я буду о них всегда говорить, потому что из глобального вытекает как раз вот локальная картина. Так вот, это тот редкий случай, а на самом деле это нормальный случай, когда частные лица, частные акционеры говорят, нет, нас это не устраивает, нет такое поведение тех или иных чиновников на конкретной территории, которые считают, что они распоряжаются жизнями людьми, что им принадлежат армии. Нет, их это не устраивает. И показывают очень серьезную коалицию без каких-либо, как говорится, внешних контуров эти мирового правительства, как некоторые у нас любят пообсуждать. Почему это важно? Потому что, да, мир давным-давно изменился, и он изменился именно в сторону, что нет границ, нет государств в той архаичной форме, которую мы с вами помнили и знаем. Теперь перенесемся, конечно, в некое государство X, в котором мы находимся. Оттуда уходит. Что такое, подразумевается, уходит? Ну, пропагандисты, естественно, скажут, подождите, но магазины же работают. Магазины – это российское юридическое лицо, зачастую в котором находятся остатки товаров, материалов, сырья и все остальное. Некоторое время он будет действительно снабжаться и будет работать. Ну, потому что есть контракты, которые еще в дороге, то есть контейнера и все остальное, есть товар на складе, и поэтому закрытие физического вот в сию секунду вы не увидите. Мы сейчас… Я сравнивал о том, что мы на прошлой неделе, когда писали наш подкаст, находились на вершине вот этой русских горок, а сейчас мы вот заглянули вот туда. Некоторые глубже, некоторые не так глубоко. Я буду об этом еще говорить в других новостях, потому что есть две новости, которые, я надеюсь, мы подверстаем. Напомню, агентство Moody's рассказало, а точнее установило рейтинг преддефолтный, и второе, собственно говоря, сегодня собирали, несмотря на то, что сегодня был праздничный день, собрали ЦБшников и что же сделали? Написали список практически всего мира, обозначив, что это недружественные страны. Но это не имеет значения, дружественные они, недружественные. Ключевой вопрос там не в количестве или в названии к дружественности стран. С точки зрения экономики, там совершенно другое важно, что теперь, чтобы оплатить контракт, например, тех же самых брендов, о которых мы там можем упоминать долго, что стоимостью свыше 10 миллионов, это будет некая комиссия в банках. Комиссия это означает не денежная, а это означает, что будет кто-то принимать решение. Это и есть остановка внешнеэкономической деятельности и внутриэкономической деятельности этих брендов. Поэтому помимо, как говорится, астракизма, чисто моралите, который присутствует на внешнем рынке, наши власти, по-моему, знаете, приняли все меры, чтобы добить окончательно экономику России. Вот эта история про это дефолтное, я, честно говоря, мне это напоминает как раз тот самый 98-й год, когда именно такими, как слон в посудной лавке, когда нужно работать тонким лезвием или даже скальпелем, у нас машут к луном для исправления того, что наворочено. Что такое уход? Уход, ну, естественно, второй тезис, который я везде слышу. А вот сейчас мы соберемся и все заместим. Что я могу сказать на этот счет? Вы знаете, мне это напоминает такой посыл для человека, который стоит на виселице, в прямом физическом смысле. Потому что на виселице, я думаю, что человек со связанными руками, с мешком на голове обладает самым высочайшим желанием жить. Вот внутреннее его желание жить. Знаете, почему-то вот кто иногда заглядывал на казнь и видит, какую смиренность, по сути дела, человек принимает смерть. Причина очень простая. Он уже практически умер, умер еще задолго до. Так вот для того, чтобы заместить, вам в первую очередь кто-то, какое-то мифологическое существо, должен поставить технологии. Ну, естественно, вот тут же вылезает, что Индия-то и Китай нам тут же все заместят. А теперь, внимание, вопрос. Почему это Индия и Китай, вместо того, чтобы просто скупить за бесценок абсолютно рынок с производствами, которые у него уже размещены, и, соответственно, позакрывать их, и нагнав сюда, ну, какое-то небольшое количество, там, несколько сотен миллионов китайцев, которым все равно негде жить, а здесь достаточно тепло, плодородная земля, и они из этой земли, пусть и с гербицидами могут выращивать все, что угодно, почему она должна заняться вашими проблемами, кто им это все оплатит. Поэтому каждый из этих тезисов, так скажем, то, что мы быстро с чего-то заместим, замещение – это в первую очередь рынок, замещение во вторую очередь технологии. Дорогие мои хорошие, вот те бренды, которые ушли, что они будут делать со своими сотрудниками? Они их уволят. Либо сократят свое присутствие именно, в первую очередь, в потребительском секторе. Это означает, сейчас некому покупать те товары, которые вы собрались замещать. Немножко подумайте, чуть-чуть на шаг вперед. Сейчас падает колоссально покупательская активность. Пики, которые есть, это обычные, ну, как говорится, судороги. Такие судороги бывают. Поэтому, когда Мудис говорит о преддефолтном состоянии, я не исключаю, что ближе к концу марта, вот у меня даже есть некая внутренняя какая-то чуйка, она абсолютно дурацкая, не имеющая под собой никакого рацию, на предыдущие, на 50-летие мне на 30-е марта подарили, я в кавычки поставлю это слово, локальный локдаун. Чувствуется, что на это 30-е марта, на мне на 52-летие мне подарят локальный дефолт. Надеюсь, что я ошибаюсь, и на мое 52-летие мне подарят куда более интересный подарок, который будет позволять мне смотреть за горизонт, а не смотреть вниз этих русских горок. Экономика России упадет на 7% за 2022 год из-за санкций и их последствий, говорится в прогнозе известного рейтингового агентства Мудис. Также агентство второй раз за неделю понизило кредитный рейтинг России до около дефолтного уровня. В Мудис подчеркнули, что вероятный приток валюты от экспорта российских нефти и газа, эмбарго, на который сейчас уже обсуждается, может смягчить воздействие санкций. Однако вероятность экономических потрясений остается высокой. Также вероятные будущие санкции Запада против России могут коснуться жизненно важного источника иностранной валюты и государственных доходов. Здесь второй намек на эмбарго, на экспорт энергоносителей. Дмитрий, как мы можем прокомментировать прогноз Мудис? Ну, собственно говоря, эта новость как раз продолжает то, что я начал говорить. Некоторые, опять-таки, смотрю по, хочется сказать, рукожопых пропагандистов. Они, конечно, понятно воздействуют на эмоции, говорят, вот смотрите, газ стоит 4 тысячи долларов или 4 тысячи евро, а потом 3 тысячи. Вот с чем связался. Я хочу напомнить тем, кто думает. Вообще-то это показывает, что, представляете, какая неэффективность на сегодняшний день поставок того же «Газпрома». Почему? Да потому что они поставляют по старым контрактам, по старым ценам. То есть, грубо говоря, товар стоит сейчас 4 тысячи, а ты поставляешь его. По-прежнему получаешь что? Фигню получаешь. Ты уже получаешь там какие-нибудь, не знаю, 100 евро за тот же самый кубометр. Поэтому вот это фундаментальный просто, ну как это, обман. Ну, впрочем, собственно говоря, пропагандисты разве когда или должны были говорить правду. Их задача, в общем-то, каким-то образом теперь компенсировать потерянные дачки на озерах Италии. Ну и, в общем-то, как-то постараться приспособиться, потому что здесь они заперты, как говорится. И там, и здесь они уже заперты. Это идет двойной удар. Сейчас операция, она, я бы ее назвал, специальная финансовая операция по дедоларизации и по дерублизации наших сограждан, она идет прямо в два, как говорится, двумя фронтами. Одновременно у нас, ну, еще, конечно, диетизация, в смысле, еду у нас тоже отбирают. Поэтому у нас вот три, наверное, этих финансовых операции, и все они пришли с миром. Причем с миром от нашего же мира. Тут не надо себя как-то льстить. Поэтому Мудис делает правильно. Я считаю, что цифры, которые она выставляет, как рейтинговое агентство, справедливые. Ближайшие две недели, ну, у меня отсутствует надежда, к сожалению, да, она перестала посещать мой дом, что наши власти, там, как финансовые, так и экономические, так и околополитические, готовы все-таки вытащиться, не просто засунуть свою голову в гильотину и дернуть веревочку, но все-таки способны подумать, что это их голова в том числе. Нет, безусловно, народ уже лежит в этой гильотине. Но я надеюсь, что власти, хотя бы выдергивая себя, может быть, есть шанс, что они позаботятся чуть-чуть о стране. А так они пока засунули, очень сильно обустроились и прямо упираются ногами, чтобы не вылезать из этой гильотины, чтобы она им, наконец-то, отсекла. Плохо это или хорошо? Ну, я вообще не любитель кровавых расправ, потому что я прекрасно понимаю, что с собой в могилу они унесут многих. А когда они будут спасаться, они унесут тоже достаточное количество, но при этом есть шанс на сохранение. Но вот чувства самосохранения у наших властей я не вижу. Действительно, если уже переходить на язык Оруэлла, окончательно нужно называть все понятные любому человеку вещи, такие как голод, разруха, нищета, разгул преступности, просто спецоперации, направленные на повышение жизненного уровня и безопасности россиян. Как говорится, маски сброшены. Я бы даже сказал, если мы говорим про голод, это всего лишь для поднятия тонуса. Это спецоперация по поднятию тонуса, чтобы наши граждане наконец-то, в общем-то, скинули лишние калории и вообще лишний розовый цвет, такой, как есть у меня. Это, в общем-то, делается для меня. В заключении, Дмитрий, поскольку очень много новостей, можем ли мы попытаться хотя бы оценить количественно и качественно потери, которые уже понесла экономика Российской Федерации только за первую неделю марта? Да, абсолютно, мы можем с вами четко сказать, что, как сейчас говорят фондовики, давайте будем говорить о российском рынке, не чокаясь, потому что он прекратил свое существование. Если совсем недавно мы еще обсуждали стоимость акций Сбербанка, расписок долговых по одному центу, то сейчас уже обсуждают по десятой, даже не пятьдесятой, а по сотой цента. То есть ценник падает и падает. Ну, некоторые нездоровые люди говорят, ну, ведь в это же можно прикупить. Ну, это я вам могу привести такую биржевую поговорку, купи первое дно и получи второе дно в подарок. В данном случае, поймите правильно, ключевой вопрос, что такое акция. Это действительно про вас кошелек. Я это написал в своем телеграм-канале, он здесь периодически высвечивается. Есть стримовский YouTube-канал, на котором мы встречаемся там либо с экономистами, либо с Андреем Юрьевичем Гаврилом. Вот, там мы обсуждаем какую-то ключевую повестку. Так вот, ключевой это вопрос. А кто у вас покупатель, дорогие мои хорошие? Внутренний наш рынок, прямо или косвенно, он завязан на углеводородах. Да, безусловно, чтобы избежать шока, европейские и американские политики, безусловно, будут, как это, покупать за бесценок нашу нефтегаз. Но при этом, при всем, не забывайте, что наши властители, почувствовав, уже в чувстве, зная, что денег все меньше и меньше, они будут совсем мало отбрасывать этому, как его народу, о котором я регулярно говорил в наших программах. По самым скромным подсчетам, то, что мы потеряли только за эту неделю, это порядка 17 триллионов долларов США. Это как минимум. Причина очень простая. Мы потеряли и наши золотовалютные запасы, которые ЦБ, не зная об этой специальной финансовой спец, какой-то интернациональной, видимо, операции, разместил в иностранных бумагах. И, конечно, когда эта спецоперация за рубежами нашей Родины начала развиваться, то там нам помогли провести специальную операцию по обезжириванию нашего ЦБ и, соответственно, нашей экономики, просто заблокировав средства нашего ЦБ. Поэтому все оказались, как эта вода отхлынула, и оказалось, что мы купаемся все без трусов. Ну и, естественно, не следует забывать наших ура-патриотов, которые говорили, что мы на самом деле все здесь производим, а для наших ракет, оказывается, чипы прилетают из Тайваня. Но вот та самая компания, которая поставляет чипы для всего. Пока АвтоВАЗ приостановил вроде только на 4 дня из-за отсутствия комплектующих. Но открою вам тайну, даже самый архаичный УАЗик, в нем тоже по-прежнему присутствует огромное количество иностранных компонентов. Поэтому потери, даже сложно сказать, что такое потери. Если по ту сторону баррикад на Украине мы видим просто разбомбленные города, просто стертые с лица земли, то здесь мы будем видеть пустые заводские цеха. Их чем-то надо наполнять, технологиями. Вопрос не в том, что люди. Ингредиенты должны поступать. Вот у меня в среду должна быть некая как бы поединок на общественной службе новостей. По-моему, в час дня я буду рассказывать, а у меня мой оппонент будет рассказывать обратно, что какой это замечательный способ развить отечественную экономику. Я, честно говоря, меня каждый раз немножко бросает в дрожь. Это для того, чтобы развить отечественную экономику, надо ее сначала угандошить полностью. Вот это, знаете, для меня, честно говоря, что-то за гранью реального. То есть если вы вдруг захотите пробежать 100-метровку, как ОС Сейнболт, нет, не надо тренироваться изо дня в день, не надо выходить на пробежки изо дня в день, применять какое-то спортивное питание. Нет, просто отрубите себе ноги. И как только вы отрубите себе ноги, вы тут же получите мотивацию бегать, как ОС Сейнболт. Именно, видимо, такая логика так называемых санкций и антисанкций. Это был экономический комментарий Дмитрия Потапенко в программе «Курс Дядюшки по Брейкинг Ньюс». Мы выходим на канале Дмитрия вот уже скоро пять лет как. Ставьте лайк, пишите комментарии, мы внимательно их читаем. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Ну а если вы хотите глубже понимать, по каким законам работает экономика, которую невозможно уничтожить никакой спецоперацией, и какова цена того, что мы ошибочно называем государством, мы рекомендуем книги Дмитрия Потапенко, а также нашего коллеги-экономиста Павла Усанова. В феврале уже стартовал третий поток онлайн-кулса Павла под названием «Мифы о том, что мы ошибочно называем государством подобности» на его YouTube-канале. Вписаться еще можно. Надеемся, и мы с Дмитрием Потапенко от традиции появимся в этом курсе как лекторы. Ссылка в описании. Ну а если вы хотите познакомиться с миром криптовалют, который сейчас испытывает просто триумфальное шествие по земному шару, то подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ссылка в описании. Удачи вам! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok